Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Олеся. Я рада видеть вас на моем канале Love Aliexpress. Сегодня снимаю видео о своих заказах в интернет-магазине Yema. Товары у них того же производства, что и на Aliexpress. Вы просили меня снять обзор на кисти из натурального ворса, а также сделать обзор на какие-нибудь духи. Духов на Aliexpress сейчас, к большому сожалению, крайне мало. Раньше было много реплик известных брендов, потом постепенно все эти реплики вышли из продажи, остались только не брендовые духи, а сейчас их становится все меньше и меньше. Но я сделала на Aliexpress парочку заказов духов, так что в ближайшем времени вы увидите обзоры на них. А сегодня поговорим об интернет-магазине Yema. Кисти я там заказала те же самые, которые и есть на Aliexpress, но в этом интернет-магазине цены на них ниже. По крайней мере, были в тот момент, когда я делала заказ. Также в этом интернет-магазине большой ассортимент духов. Сперва давайте поговорим о кистях. Я заказала вот такой набор в кожаной тубе, кожа здесь искусственная, фирма Zare. Здесь она закрывается на две клепки. Вот такой вот набор у меня кисточек. Каждая кисточка в своей отдельной упаковке. Давайте начнем с самой большой. Это кисточка для пудры, она очень пушистая. Кстати, на сайте очень подробно расписано то, из чего каждая кисть состоит. Натуральная она, искусственная ли? Если натуральная, то из какой шерсти? Если искусственная, то из какого материала? Эта кисточка из натуральной шерсти. Она достаточно пушистая, хорошо сострежена. Край у нее абсолютно ровный, ничего не торчит, волоски не сыпятся из нее. Вот такой она в индивидуальной упаковке. И еще вот такой полиэтиленовой. На каждой кисточке прописана фирма. И также прописано, для чего эта кисть. Здесь как раз написано, что она для пудры. Металлическая ее часть тоже хорошего качества. В общем, к этой кисточке претензий никаких нет. Достаточно она крупная. По мягкости, да, довольно мягкая. Ничего не колет. Комфортная кисточка. Вторая чуть поменьше. Это дуофибра. Здесь также написано название фирмы. И написано, что это дуофибра. Ее обычно используют для тональной основы. Кто-то ей румяна наносит, я знаю. Но срез у нее абсолютно ровный. Тоже достаточно хорошая кисточка. Единственное, что немножко жестковатая. Но все натуральные кисти, после того, как вы их получили, их нужно обязательно помыть шампунем и с каким-то мягким кондиционером. Попробовать сполоснуть, они должны стать мягче. Хотя некоторые и после этого все равно жалуются и говорят, что искусственные кисточки тем лучше, что они точно будут мягкими. Многие натуральные кисти все-таки жестковаты. Следующая кисточка также в двух чехлах. Здесь также прописана фирма, название кисти. Это кисть из козьей шерсти. Она вот такая вот скошенная. Срез у нее абсолютно ровный. Она может подойти и для румян, также может подойти и для консилера. Для хайлайтера тоже ее вполне можно использовать. По жесткости такая же, как предыдущая кисточка. Следующая кисть у нас лопаточкой. Она в одном чехольчике пришла. Такая вот плоская лопаточка, очень и очень мягкая. Также все прописано. Тоже кто-то ей наносит тональную основу на все лицо, кто-то использует ее для консилера. Хорошенькая вот эта кисточка, упругая, плотненькая, но очень мягкая. Она, кстати, синтетическая. Следующая кисть тоже в одном чехле. Также все прописано. Она тоже, по-моему, синтетическая. Ну, это все можете уточнить в описании товара. Плоская. Тоже очень упругая, при этом не колется. Следующая кисточка растушевочная. Здесь как раз на ней написано, что она растушевочная. Она из натурального ворса. Похожа на мою кисточку Sigma, которую я вам показывала в прошлом видео о косметике. Но она немножечко пожестче. То есть, когда втушевываете тени в обратную сторону, то чувствуется, что она немножко покалывает. Но, надеюсь, после помывки с кондиционером она все-таки станет мягче. По размеру и по форме идеальная. То есть, вот она такая должна быть полукруглая. И размер у нее тот, что надо как раз для растушевки. Следующая кисточка для теней. Тоже все прописано. Она тоже из натурального ворса. Вбивающая тени. Если вот так вот наносить, то не будет колоться. Если вот так вот ворс ставить, то немножко покалывает. По плотности хорошая. Форма тоже у нее идеально сострежена. Нигде ничего не выбивается. Она должна быть такой упругой, не распадаться. Дальше маленькая лопаточка. Тут у нас была крупная, тут и маленькая. Ворс такой же, как у этой. Все идентично. Форма такая же, только эта поменьше. Это тоже такая кисточка. Ей прихлапывающие движения нужно делать, когда вот тень наносите на подвижное веко. Вот так вот прихлапывать нужно эту тень. Еще я такой формы кисточки использую для растушевки карандаша. То есть, когда вот здесь вот карандашом я прорисовываю вот эту складку, я потом так вот мягко растягиваю этот карандаш. У меня две такие кисточки из другого набора. Вот одну как раз я использую для прихлапывания тени, а другая у меня для растушевки карандаша. Тоже обязательно в каждом наборе должна быть такая плоская кисточка. Без нее никак. И они практически всегда, они из синтетики, они такими должны быть. Следующая кисточка малая растушевочная. На ней так и написано. Она снова из козьей шерсти, так же как и эта. Идеальная у нее форма, идеальный размер, чтобы вот эту вот складку нам прорисовать уже в конечном итоге. Ее как-то подчеркнуть и выделить вот как раз вот эта кисточка. Она нужна. Вот это прорисовываем, вот это и растушевываем. Следующая кисточка тоже для теней. Такая вот скошенная. Ворс у нее такой же, как здесь. Тоже плотненький. Ну, в общем, все аналогично, только форма другая. Из нее у меня пару волосков высыпалось, но все больше не сыпется. Все хорошо. Тоже довольно плотная. Опять же, если вот такими движениями работать, то все хорошо. Она мягкая, не колется. Если вот так вот ставить, то очень заколется, потому что она упругая. Следующие две маленькие кисточки у меня остались. Одна. Вот еще у нее отдельный такой чехольчик жесткий, чтобы форму не испортить. Тоненькая-тоненькая. Ну, этой стрелки, подводки, всевозможные прорисовывать. Ну и последняя кисточка. Малая, скошенная. Из такого же ворса, синтетического, плотного. Они, кстати, обе воском покрыты, чтобы форму лучше сохранить при транспортировке. Да, такие кисточки тоже необходимы. Брови ими прорисовывают. Опять же, кто-то складку ей прорисовывает, потом растушевывает. Можно также ей подводку делать. У меня, кстати, вот такой кисточкой подобной черными тенями подводку делаю. Можно и гелевой подводкой также этой кисточкой красить. Вот. Все кисточки закончились. Вот такой вот наборчик. Очень мне понравились. Это вот упаковка. Мне нужны были как раз стаканчики для кисточек. Тут у меня получится два стакана. Еще можно второй набор сюда поставить. Второй набор у меня вот в такой косметичке. Косметичка тоже из искусственной кожи. Заказывала этот набор из-за кистей, но понравилась безумно косметичка. Я вот теперь с ней хожу, в нее косметику свою складываю, потому что вот она, видите, какая красивая внутри, атласная. Как еще тут маленький кармашек на замочке внутри. Все прошито, кстати, идеально. Что с наружной стороны, что с внутренней. Все-все швы хорошие, все ровные. Подкладка внутри хорошего качества, то есть не дешевая такая, знаете, баллоневая подкладка бывает. Это прям очень классно, потому что цвет такой красивый. Замочки все очень хорошего качества металлические. Давайте пойдем по кисточкам. Опять же, начнем с самой крупной. Эта кисточка искусственная. Она также в двух чекольчиках пришла. Можно ее закрыть этим чехлом. Ворс у нее снизу коричневый, сверху беленький. И вот этот вот беленький ее кончик, он нежнейший, мягчайший. Очень ровный срез, такой полукруглый, мягкий. Прекрасная кисточка. Фирма у нас вот такая. Эта фирма будет дублироваться на всех кистях. И, насколько я поняла, здесь на каждой, да, не прописано, для чего каждая кисточка нужна. Но, думаю, мы с ними разберемся. Итак, эта кисть очень-очень мягкая. Все сотру с лица всю свою косметику. Хорошенькая, упругая, не разваливается. Ручка у нее пластиковая. Там было дерево, здесь пластик. Вот здесь металл. Все хорошего качества. Никакого клея. Все сделано хорошо. Здесь тоже набиты кисти, кстати, для отказа. Вторая вот такая. Плоско-плоско срезана. Ей очень здорово вбивать тоналку. Прямо вот такими вот движениями. Она очень мягкая. Она тоже искусственная. Срез, главное, абсолютно-абсолютно ровный. Поверхность мягкая и очень упругая. Тоже хорошая кисточка. Следующая кисточка вот такая вот маленькая. Но тут есть еще побольше. Вот такая с чехлом. Вот эта кисть у нас для румян. Можно для бронзера ее, в принципе, использовать. Тоже аналогичная вот с этой. Абсолютно такая же, только поменьше. Все-все то же самое. Чуть короче ворс и чуть меньше диаметр. И вот эта такая же. Только еще меньше. Вот она для хайлайтера, скорее всего. Можно для консилера, в принципе, приспособить. Кому как будет удобно. Если хотите тут по четче линию, то можно и для бронзера. Следующая. Скошенная. Точно такая же искусственная. Очень-очень мягенькая. Тоже можно для румяна, можно для хайлайтера, можно и для бронзера ее. Следующая. Вот у меня тут целый набор маленьких кисточек. Давайте вот к этой теперь перейдем. Потому что она такая же, как несколько предыдущих. Повторение такое же. Такая же маленькая копия. Как матрешки они у нас. Одинаковая форма, только размер разный. Ну вот тут кому как удобно. Опять же, ее можно использовать и для консилера. То есть вот она вот, по идее, хорошей формы, хорошего размера для консилера. Кто-то в качестве растушевочной ее использует. Я вот тоже растушевываю периодически такими. Качество аналогичное. Даже ничего не буду говорить. Такой же ворс. Мягкая. Хорошо полукругло так выстрижена. Последняя такого рода. Самая-самая малюсенькая. Она тоже в качестве растушевочной очень хорошо выступит. Вот здесь вот растушевку делает. Для консилера ее, в принципе, тоже можно, чтобы более тоненькие полосочки прорисовывать. Мягкая, кстати. Она гораздо мягче, чем вот те натуральные. Прям приятненькая. Растушует все очень мягко. Пошли у нас натуральные кисточки. Две кисти. Они обе растушевочные. Они из козьей шерсти. Они одинаковые по форме, только размер у них разный. Но они такие же аналогичные, как там. Вот эта большая растушевочная, вот эта малая. Жестковатая колется. Это помягче будет. Да, вот эта колется. Ну, будем вымачивать ее с кондиционером. Если мягко прикасаться, то ничего. А вот если вот так, вот такими движениями работать, то уже немножко покалывает. Дальше. Две кисточки. Опять же, сквозь шерсти. Но они у нас будут плоские. Эту тоже можно растушевку делать. Более тонкой линией, чем ту. Этой можно растушевку, можно и самовека прокрашивать. Осталось у меня четыре кисточки из вот этого же материала. Вот такая же. Вот ее парочка. Уменьшенная копия. Очень-очень мягкая, да. Прям вот приятно. Нисколько не колют вот эти кисточки. Следующая. С плоским срезом. Тоже из искусственного ворса, как и вот эти предыдущие. Но она упругая. Можно ей подводку прорисовать. Не колется нисколько. Ну, плотная. Прям идеально ровный срез. И вот эта стандартная, которая, как я уже говорила, должна присутствовать в каждом наборе. Ею либо подводку, либо брови, либо вот эту вот складку. А потом растушевывать после нее. Упругая, срез ровный. Аналогичная, кстати, с той. И последняя вот такая вот. Кто-то подумает, что поломанная. Если первый раз видит такую кисточку. Нет, она такая и должна быть. Она чисто для подводки. Вот кому-то удобно вот такой кисточкой подводку прорисовывать. Я, если честно, такой никогда не пробовала. Но слышала, что вот кто-то привык такой, может только такой. Не знаю. Честно, не знаю, что у меня получится. Синтетический у нее ворс. Тоже упругая. Кончик, кстати, не острый. Ровно срезанный. Вот такой был у нас второй набор с вами. Какие-то они коротковаты для этого стакана. Нужно будет какое-то дно туда подложить. Набор, кстати, хороший. Понравился. Вот из искусственных кисточек, кстати, понравилось. Вот то, что я говорила про искусственные кисти. Они ничем не уступают натуральным, если они хорошего качества. Абсолютно ничем. Ничего в них нет плохого. И ничего такого сверхъестественного нет в натуральных. Бывают, конечно, натуральные кисти. Песцовые всякие, по-моему, такие кисти бывают. Но они очень дорогие. И бедные зверюшки. Я считаю, что такими за глаза хватит. Все, что угодно нарисовать на лице. И ничем они не уступят. Давайте теперь дальше перейдем к духам. Первые духи, которые я хочу показать, выглядят они вот так. Так. Есть у Каролины Эреры подобные духи. Тут тоже типа сечь, только не сечь, а седжи. И здесь должно быть сечь, но здесь седжи. Эту подделку нельзя назвать подделкой, потому что здесь другие буквы. Поэтому это не точная копия. И ее за подделку никак нельзя выдать. Ну, упаковка мне понравилась. Коробочка, кстати, вот такая. Купила, потому что цена была на них очень даже низкая. Причем в то время у этого магазина были скидки большие на духи. Я их вообще за 5 копеек, если честно, купила. Здесь, кстати, 100 миллилитров, что меня тоже подкупило. Если говорить о запахе. Запах здесь совершенно не похож на оригинал. Просто, ну вот, взяли общую идею. Запах на свою цену. То есть они не пахнут и не держатся так, как духи брендовые, духи элитные. То есть вот сколько они стоят, так они и пахнут, так они и держатся. У меня, кстати, маме они понравились. И я маме все духи, которые заказала в этом магазине, я ей все подарила. Она, в принципе, пользуется. Я как-то нет. Почему-то с ними не очень подружилась. Но вот ей нравится. Она уже одну бутылку использовала. Покажу вам позже, какую. Следующие у меня духи из той же оперы. Тоже типа Си-Эйдж. Я думаю, большинство узнало эту упаковку. Но только здесь не Си-Эйдж, а здесь Ди-Эйдж. А так бутылочка такая же. И вот эта вот кожаная вот эта деталь такая же. И крышка такая же, только здесь не написано ничего. У меня, кстати, были оригинальные. Обожаю эти духи. Сейчас они, конечно, очень дорогущие. Здесь тоже 100 миллилитров. Запах у них такой цветочный. То есть те более сладкие, здесь цветочный запах. Маме тоже они нравятся. Вот, кстати, если их вот так вот брызнуть и как-то недолго ощущать, то они, кстати, вкусные, приятные. Но вот почему-то долго я их ощущать как-то на себе вот лично не могу. Но когда от мамы чувствую запах, мне нравится. Запах на свою цену, прошлый мне понравился больше. Также пришли они вот в такой вот, похоже на оригинал коробки. Но поделкой их опять же назвать нельзя, потому что здесь другие названия. Следующие духи совершенно полностью избрызгала моя мама. Вот их осталось всего-ничего. Forever они называются. Они, по-моему, самые бюджетные были из всех. Здесь было 50 миллилитров. Запах сладкий, цветочный. Вот в такой коробочке они пришли. Вот ей они, ей лично, они больше всех понравились. Следующие духи просто шедевр в плане дизайна, в плане своего выполнения. Это подобие духов от Валентина. Rock'n'Rose, по-моему, они назывались. У меня есть оригинальные духи Rock'n'Dreams. Оригинал он тоже идет в такой розовой, кружевной такой сеточке. У меня немножко другие. Но вот у них абсолютно идентичные крышки и абсолютно идентичные по форме пузырьки. То интереснее всего пришли они вот в таком вот сундучке. Полюбила я этот сундучок даже больше, чем все духи. И можно было эти духи заказать чисто из этого сундучка. Здесь было такое как бы сено из бумаги нарезанное. Не знаю, как еще назвать. И вот они вот так вот во всем вот в этом лежали. Все это закрывалось. Еще и на магнит. Я как это все открыла, увидела, думаю, что у меня за коробка пришла. Думаю, я же духи заказывала. А вот они вот в таком сундучке. Я теперь этот сундучок использую под свои заколки. Заколки, резиночки, невидимки. Для всего такого, для волос. Не видела я в своем городе таких сундучков. Очень хотелось. И тут вот пришло. Дальше давайте про сами духи. Ну, тоже такое исполнение. Интересный, забавный запах, конечно же. Опять же, не совпал. Ну, здесь прям цветочный, цветочный, прицветочный. И последние духи я, к сожалению, вам не могу показать. Потому что мы их подарили одной нашей знакомой на Новый год. Картиночку могу вам предоставить. Упаковка у них. Сама бутылочка. Один в один, как на картинке. Прям вот точно, точно, точно. Все фотографии. Хорошо отражающие действительность. Там 100 мл в той бутылочке. И запах такой пряно-фруктовый какой-то. Восточный, в общем, восточный запах. Так что вот. Это был весь мой заказ в этом магазине. Надеюсь, вам было интересно и полезно узнать про мои приобретения. Как раз вы спрашивали про кисти с натуральным ворсом, про духи. Духи не скажу. Что прям вот. Это то, что мы с вами искали. Так, ради интереса заказала. Но то, что заказала, не пожалела. Говорю, у меня вот мама их все расхватала. И говорит, я буду пользоваться. Вот одна у нас уже упаковка ушла. Так что я, в принципе, ничего не потеряла. Нисколько не пожалела о заказе. Загляните, перейдите по ссылкам. Сравните цены. Спасибо всем, кто посмотрел мое видео до конца. Было приятно с вами поговорить. Потому что я знаю, что вы сейчас в комментариях начнете что-то писать. И у нас все-таки с вами диалог получится. Еще раз спасибо всем за просмотр. Спасибо, что вы у меня есть. Что вы меня поддерживаете просмотрами, лайками, подписками. Давайте увидимся с вами в следующем видео. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok